Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастия Святаго Духа, буди со всеми вами. Сегодня в Смоленском храме богослужение возглавляет епископ Серпуховской Роман. В День памяти новомучеников Ивантеевского благочиния – особое соборное служение духовенства. Я всегда хожу в храм, потому что Богу надо веровать, Он всегда с нами. И вот мы молимся за новомучеников, которые для нас отдали жизнь, чтобы наша жизнь, наших детей, внуков была прекрасной. И пусть всегда с нами будут Бог. Когда этот открывался храм, я сюда ходила, когда батюшка приехал сюда, молодой очень, красивый, с матушкой. И мы все помогали благоустраивать этот наш храм. Слава Богу, что этот храм не был разрушен никогда. На иконе, которой сегодня прикладываются православные, изображены восемь новомучеников Ивантеевского благочиния. Со Смоленским храмом связана судьба троих. Ровно восемьдесят лет назад, именно в этот день, 8 декабря 1937 года, на Бутовском полигоне, был расстрелян, служивший в Спасском, а ныне Смоленском храме, священник Александр Вершинский. Служил в этом храме простым священником, но выполнял свое служение и то, которое он избрал в этой земной жизни служить Богу. И он не думал никогда, что в жизни ему придется показать свою веру в своем деле. И он остался верным пресуду от смерти. И теперь мы видим его святой образ и с ним священнослужители, которые служили в наших храмах здесь, на иконе. Тогда же расстреляли и председателя Церковного совета Павла Кузовкова. А мирянин Николай Копнинский был приговорен к заключению в лагере, где погиб в 1938 году. Храм закрыл свои двери на долгие годы и затем был возрожден спустя полвека. Дьявол делал зло, хотел уничтожить веру в Господа Иисуса Христа и его святую Церковь. Он этого не смог. Но Господь перетворил это зло в добро, ибо мы знаем промыз Божий, что всякое зло Господь перетворяет в добро. Пресекает и перетворяет в добро. И если бы наши герои когда-то в 1937 году не были расстреляны в этот день, то мы бы сегодня не собрались. Ивандеевские новомученики причислены к лику святых в 2001 году. С тех пор уже 16 лет, 8 декабря – особый день для прихода и благочиния. Вас и всех православных христиан, да поменит Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и пресно, и во веки веку. А после службы – концерт колокольного звона в исполнении Владимира Архангельского. Звоны разных городов и разных праздников, радостный пасхальный звон и плачущий поминальный. В каждом звоне заложена своя история. Медленный перебор от маленького до большого, символизируя жизнь прожитую человека на этой земле. Общий удар во все колокола – это жизнь, грань между жизнью и смертью. И вот этот трезвон радостный, который вы слышали, это как раз надежда на то, что все-таки усопший удостоится. Царство Небесное. Радость, что дали звонить, то, что такой праздник, и батюшка сегодня приезжал. Сегодняшний день в Смоленской церкви называют Малой Пасхой. И словно в день Воскресения Христова всем желающим разрешают звонить в колокола. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова